Здравствуйте! Я вновь приветствую вас на своем творческом канале Людмила Акрилик Арт, где я показываю и рассказываю, как создать картину с жидким акрилом в различных техниках. Что такое жидкий акрил? Можно посмотреть в моих плейлистах. Кто зашел впервые, может полистать вниз, найти плейлист. Там рассказано, как я создаю свой жидкий акрил. Я свою краску готовила накануне. И чтобы она у меня не высохла, не потеряла свои свойства, и не закрывать какими-то крышечками, не вытаскивать палочки, еще что-то, я их вот так вот временно могу закрыть просто пластиковыми стаканчиками. Так она может храниться сутки-двое. И больше нельзя. Надо, чтобы все-таки жидкий акрил был плотно закрыт, иначе он потеряет свою тягучесть, свои свойства. Если вода испаряется, и краска становится гуще, чем вы приготовили для создания своей картины. Я сегодня приготовила много краски. Задумка у меня такая. Хочу сделать веселую картинку весеннюю, многоцветную. Но до конца я еще... Я как бы представляю, что я хочу сделать. Но когда я лью свою краску на холст, я могу поменять свое мнение и сделать другой цвет. Холст я приготовила, оклеила его, побрызгала. Не видно, простите. Обклеила его ленточкой, малярным скотчем. Побрызгала обратную сторону водичкой. Выставила его по уровню. Когда создается картина, должен холстик быть по уровню. Выставила его по уровню. Все приготовила. Буду создавать свою картину. А вы наблюдайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok